Наши уважаемые зрители, мы рады вас видеть, потому что именно сегодня наши встречи будут необычны и удивительны. Сегодня мы отправимся с вами в путешествие. Нас ждет дорога полной опасности Китая. Не испугаетесь? Нет! Это хорошо, потому что вот такое путешествие лучше всего отправляться с друзьями. С вами, наши уважаемые зрители. В этой комнате давно ничего не менялось. И за днями летят, и в годах, и целыми столетиями стоит на своем месте этот старинный пузатый хамот и злобно гордится собой. В тишине, особенно по ночам, если хорошенько прислушаться, можно услышать, как он скрипит, будто разговаривает сам с собой. Пых, пых, пых! Я здесь главный хранитель сокровищ и тары. Пых, пых, пых! От этого захотения каждым годом комод становится все более желтым и важным. А в это старинное зеркало любят смотреться все, кто заходит в эту комнату. Радуешься ты? И зеркало смеется в ответ. Тебе грустно? Зеркало льет слезы и тихо шепчет, змея серебром стекла. Не обижайся. Я твой лучший друг. Но главным хранителем тайн в этой комнате по праву считаются эти старинные часы. Высокомерные, гордые и неприступные. Эти часы ни с кем не разговаривают. Они лишь тихо отсчитывают ход времени. Вот так. Тик-так, тик-так, тик-так. Но каждый час эти старинные часы замедляют свой ход и начинают бить в колокол. Вот так. Пом-пом-пом. От этих звуков замирает сердце и волнуется воображением. Кажется, что мир полный удивительных историй и сказок. Открывает свои двери. Так и бывает. Стоит лишь вместе с часами тихонько произнести пом-пом. И мы отправимся с вами в наше сказочное путешествие. Смотрите, старинные часы начинают свой ход. Сейчас они будут бить в колокол. А мы с вами им поможем. Все готовы? Да! Когда начали... Мом-мом-мом-мом-мом... Наше путешествие начинается! Давным-давно, когда ваши бабушки еще заплетали косички... А ваши дедушки бегали в коротеньких столишках... В одной сказочно-сказочной стране стоял удивительно красивый дворец. И жил в этом дворце сам король. Поэтому дворец назывался Королевский. В нем было много больших парадных залов, мраморных лестниц и тверкающих фонтанов. Поэтому дворец короля охраняли королевские солдаты. Их было много. Один, два, три, целых три. Король очень гордился своим дворцом и считал себя великим правителем. А в остальном, он не был похож на всех королев. Наш король очень не любил просыпаться по утрам. Да, я не люблю... Я хочу все время спать. Ваше величество, он уже большой, потому что занимавшся страной. Я такой маленький король, я хочу спать. Не любил умываться и чистить зубы. Да, да, Ваше величество. Ваше величество, нужно сутки почистить. Вот так. Буль-буль-буль-буль-буль. И умываться. Вот так. Вот. А когда приходило время одеваться, то на этом королю помогали и придворные. Ваше величество. Ваше величество. Ай-яй-яй, Ваше величество. Одевайтесь, Ваше величество. Ну ладно, разобреешь. Спасибо. Но приходилось в день завтрака. И наш король пил чай. Со сливками. Ну, конечно, со сливками. Сливками, пожалуйста, Ваше величество. Пожалуйста, Ваше величество. Ой, пожалуйста, Ваше величество. При этом он ел очень много сладкого. И, наверное, поэтому был такой толстый. Как вам не стыдно, Ваше величество? А вот так. А еще король любил петь свою любимую песенку. Да-да-да-да-да-да, Любил и люблю. Хм-хм. Как хорошо быть королем, Мирно править день за днем. Вкусно есть и сладко спать, Дочку песенкой встречать. Ля-ля, 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 Нем счастливее короля. Ля-ля, 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 Нем счастливее короля. Король не знал других песенок. Он всегда пел только эту песенку. Потому что она была про его любимую дочку принцессы. Которую король любил больше всего на свете. Король так любил свою дочку, Что приказал рядом со своим троном Поставить трон поменьше Чтобы принцесса всегда была рядом Добрая и кроткая принцесса была очень похожа на своего папочку Больше всего на свете она любила танцевать И так начиналось каждое утро Король пел А принцесса танцевала Принцесса танцевала и улыбалась Клядя на твое утражение земли И порой казалось, что во дворце танцуют две принцессы Ничего этого не замечали, лишь старинные часы Они по-прежнему гордо и неприступно возвышались над всеми Но вот однажды Однажды раздался их бой И наступило время Когда принцесса достигла своего совершеннолетия И тогда со всех сторон света Верхом на лошади, в каретах и на кораблях Помчались во дворец соседние короли Предлагая принцессе руку и сердце Ой, неудивительно, что принцесс понравилась всем Казалось, золотой дождь подарков посыпался на принцессу со всех сторон Но она ничего не замечала Она, конечно, ждала принца на белом коне Но так как принц на белом коне не появлялся, принцесса оставалась одна Да, чему король был очень рад Каждое утро он пел свою песенку и вместе с ним радовалось все королевство Надувался от важности комут Улыбалось в зеркало Продолжали свой ход часы И казалось, так было всегда Но вот однажды Ах, это однажды? В сказках всегда бывает однажды И от этого сказки становятся еще более удивительными Но вот однажды Однажды среди ясного неба Закремел гром и засверкала молния Зашумел сильный ветер И приднул к земле деревья и цветы В воле принцессы подумали, что начинается гроза Но не успели они спрятаться Как во дворце появился злой и противный колдун Ха-ха-ха-ха-ха! Стаит черный злый ворон Ты кружи, кружи его в трон Унеси меня скорее Ты за три деревья Ха-ха-ха-ха! Приветствую вас! Я злой и противный колдун! Приветствую тебя, злой и противный колдун! Зачем пожаловал? Я пожаловал свататься! И прошу руки твоей дочери, король! Многие просили руки моей дочери! Но захочет ли этого принцесса? Доченька! Да, бабочка! Доченька, ты хотела бы стать невестой этого противного колдуна? Вот этого? Папочка, а он умеет петь песенки, как ты? Сейчас спрошу. Колдун! А ты умеешь петь песенки? Нет, не умею! Дитя, он не умеет петь песенки? Папочка, а он умеет танцевать, как я! Ага, спрашивай! Колдун! А ты умеешь танцевать? Нет, не умею! Дитя моё, он и танцевать не умеет! Папочка! А вот дворец-то он приехал, на зелом конец! Я не держу лошадей, принцесса! Нет, ни к чему! Ты слышал? Папочка! Он мне совсем не нравится! Пусть уходит! Колдун, ты слышал? Принцесса не даёт своего согласия! А ты спроси ещё раз! И скажи, что я подарю ей хрустальные дворянцы золотые одежды! Ты слышал, дитя моё? Он подарит тебе дворец одежду! Ой, слышать ничего не хочу! У него злые глаза, а голос похож на вороний крик! Какая? А-а-а! Ты... Колдун! Принцесса говорит, что ты похож на ворону! Что? Так со мной ещё никто не разговаривал! Я начинаю сердиться! Но прежде чем я рассержусь окончательно, я спрошу в последний раз! Принцесса! Если ты станешь моей невестой, все колдуны мира поклонятся тебе! Ну! Ты слышал? И слышать ничего не хочу! Папочка! Пусть он уходит! Я хочу танцевать! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Я-я-я, я-я-я-я-я-я, я-я-я-я-я. Ну, чего ж ты сидишь, колдун? Улетай к себе во дворец, как и появился. Да, и трон свой не забудь. Все, я рассердился окончательно. И сейчас произнесу свое самое страшное заклинание. Ветер дует, 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 свой колдун всех заколдует. И учись и сто раз, бом-бом, глянет волны и гром, черным глазом погляжу, будет все как ясно. Раз принцесса так любит танцевать, что не замечает даже меня, будет она теперь только прыгать и скакать. А папочка-король вместо своих песенок будет теперь только квахать. И никто в целом свете не сможет разрушить мое колдовство. Свой противный колдун исчез так же, как и появился. Внезапно и неизвестно куда. Никто не знает, где он живет. Говорят, что его замок находится где-то на краю земли. Может быть, наш путешествующий застигнет край земли, и мы с вами снова встретимся со злым и противным колдуном. Но захочет ли колдун расколдовать короля принцесса? Да. Папочка, а мы справа заколдованные? Ну что ты, дитя мое. Я думаю, что этот колдун нас просто пугает. Да. Ой, кто тут квакнул? Кто тут квакал? Это ты, папочка? Я? Ну что ты, дитя мое, как так можно квакнуть? Квак. Ой. Вон ты опять. Два раза. Неужели? Да. А, ну да, да. Это я так пошутил квакой. Мамочка, ты можешь так и не шутить? Не знаю. Я же боюсь. А вдруг этот противный колдун нас и вправду заколдовал? Что? И я смогу теперь только прыгать. Ну что ты, дитя мое, ты давай потанцуй. Сделай несколько шагов. Право, влево, давай. Давай. Что такое? Ай. Бабочка, я прыгаю. Я прыгаю, как воробей. Да, дитя мое, ты прыгаешь, как воробей. А я квакаю, как лягушка. Эй, помогите. Позовите лучших докторов, магов, чародеев. Я отдам и все свои сокровища. Все свое богатство. Все свое королевство. Но никакие доктора и волшебники в мире не могли помочь королю и принцессе. Да. Они были бессильны против заглядия злого и противного голдана. Вскоре король перестал разговаривать совсем. Ему стало неловко перед своими приближенными к вам. И он старался теперь все время спать. А принцесса, она все время сидела на своем троне и боялась даже пошевелиться. Былось предсказание злого и противного голдуна. О нем теперь принцесса думала каждый день. И совсем забыла. Сопринцы на белом коне. Но вот однажды. Опять-то однажды. Так уж случилось, что однажды, когда король спал, а принцесса плакала на своем троне. Так уж случилось, что у ворот королевского замка раздался цок от копыт и ржанья коня. И перед дворцом появился он. Ой, принц на белом коне. Едем, едем, цок-цок-цок, веселее, скачем конек. Поспеши, мой скакулок, бей копытом цок-цок-цок. Эй, поспеши, мой скакулок, бей копытом цок-цок-цок. Здравствуйте, ваше королевское величество. Здравствуйте, ваше королевское высочество. Я принц на белом коне. И я прошу ваши руки, принцесса. Ой, папочка, мое сердце подсказывает мне, что это он. Принц на белом коне. Ну, братья, ниже, папочка. Я тоже очень рад, ваше величество. Принцесса, садитесь на моего белого коня. И я отвезу вас в свое сказочно-сказочное королевство. О, а я не могу, милый принц. Почему? Я прыгаю. Прыгаешь? Да, прыгаю, как воробей. Ого. Папочка, ты квакает. Да, даже. Папочка, покажи. Ква. Нас заколдовал злой противный колдун. За то, что я не согласилась стать его невестой. Правильно. Но ведь я же ждала только тебя, принц. Ах, если бы ты знал, как я танцевала. Ах, если бы колдун превратил тебя в муху. Да-да, в муху, представляешь. Ты бы летала, а все бы тебя ловили. Я бы прискакал к тебе на своем белом коне. А то мне не в ответ. Ах, ты очень добрый принц. И твой белый конь тоже. Принцесса, я найду этого злого и противного колдуна. И заставлю его расколдовать вас. Правда? Слово принца. Вперед, мой конек. Ой, принц, вы скорее возвращайтесь. Я буду вас очень ждать. До сих пора. И подскакал крик над своем белом коне. На самый край земли. Туда, где открывалась ленка, и находился замок колдуна. Весело сокол копытами конек, и летел через поля и луга. И расколи на пути принца, вырос большой и дремучий лес. Ветви, корни которого переплетались так густо, что волей-неволей пришлось остановиться. А зря. Ведь в этом лесу жила страшная и вредная ведьма. Всякий, кто проезжал этот лес и останавливался, обязательно попадал к ней прямо в руки. Я очень страшная и очень вредная ведьма. Руки у меня длинные-длинные, глаза подлые, нос, как морковка нечищенная. Ветю в бородавках. На голове, о, гнездо воробьиное. Зубов нет совсем. Поэтому разговариваю не членораздельно. Ой, а поболтать люблю. Но не с кем. Вот живу я и жду. А вдруг какой-нибудь принц заблудится и ко мне в домик забредет. Отдохнуть захочет. О, и на эту скамеечку сядет. Скамеечка-то удобная, но заколдованная. Кто на эту скамеечку сядет, никогда не встанет. Ой, пока бы им женихом стать не согласиться. Жаль, жаль, что на эту скамеечку еще никто не садился. Эх, и где этих принцев носит? Мяу. О, кис-кис, иди сюда, мать мой, пушистики. Кис-кис, хочешь быть моим женихом? Мяу. Мяу, мяу. Я тебя принцем сделаю. Мяу. 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 Кис-кис, а сметанки хочешь? Мяу. Мяу. Хорошая она, мужчина, взглядная. Мяу. Я здесь, леона, хорошо резкий принц на белом коне. Ой, мне почему-то кажется, что сегодня обязательно повезет. Ку-ку. Стой. 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 Стой, государств проехали. Скоро уже и край земли. Пора бы отдохнуть, да? Ну, иди погуляй, травку поищи, может, что-нибудь найдешь. вот тут. Ух ты, какая скорейка удобная. Присесть, что ли? Присесть. Странно. В таком густом лесу эхо. 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 Отвечает. Я принц. На белом коне. Да? А ты откуда знаешь? Эхо. Хе-хе-хе-хе. Я очень страшная и очень вредная ведьма. А ты, мой жених, и сейчас будешь на мне жениться. Эхо. А у меня уже есть невеста, принцесса. Я, пожалуй, пойду. Ой, что такое? Эхо. Не могу встать. А с этой скамейки ты не станешь до тех пор, пока моим женихом стать не согласишься. Послушайте, уважаемая страшная и вредная ведьма. Я очень спешу к злому и противному колдуну. Что? Ты спешишь к злому и противному колдуну? Да. Ну все. Будешь сидеть на этой скамейке, так, один, два, три, четыре, сто лет. Я за тебя замуж не пойду и не опроси. О, а конек твой мне достанется. Что? конек. Вперед, мой конек. Ой, 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 Останови свою лошадь. Я снялась, ему бы это сделал, но я не могу встать с этой заколдовной скамейки. Ой, останови лошадь. Рассколдую скамейку. Откидай-ка, сначала расколдуй. Ой, ладно, я стремучий, дай мне сил, колдовства час наступил. Зеркало звенит стеклом, потемнело все кругом. Не видать вокруг низки, все вокруг меня замрили. Ой, ну ладно, ладно, стой мой конец. Ой, 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 ой. Принц, а может ты передумаешь, Я ведь невеста хоть куда? Да не могу, я же должен с колдуном сразиться. Он мою невесту заколдовал. Колдун он такой, он может. Да. Колдун мой самый заклятый враг. Самый заклятый? И я приготовила для него свое самое колдовское колдовство. Самое колдовское? Ну да, стоит мне прикоснуться к нему хотя бы пальцем, и он сразу потеряет всю свою колдовскую силу. Принц, найди мне жениха вроде тебя, одиноко одной в лесу, тостриво. Ну ладно, что-нибудь придумаем, только ты глядинься, невеста все-таки. Ты, да я тебя мигом, куку. А как я тебя снова найду? Ой, ну чего меня искать? Три раза котом мяукни, вот так, мэр-мяу, мэр-мяу, мэр-мяу. Я не поживлюсь. Все понял, прощай. Ку-ку. Вперед, мой колек, на краю земли нас ждет встреча с колдуном. на самом краю земли, в своем черном замке, за высокой каменной стеной и неприступными железными воротами принца уже ждал кто? Конечно, злой и противный колдун. мэр-мяу, мэр-мяу, мэр-мяу. Мэр-мяу, мэр-мяу, мэр-мяу. Во дворце сейчас весело. Король квахает, принцесса прыгает. Хе, смешно. Но им еще повезло. Вот эти цветы, видите? Это моя главная колдовская тайна. Ромашки называются. Хе-хе-хе. Ромашки мои, цветочки белоголовые. С каждым днем их становится все больше и больше. Тайну рассказать? Ха-ха-ха. Ладно. Никому нельзя. Но вам расскажу. Любой принц, который дотронется до ворот моего замка, тут же превращается в ромашку. Ха-ха-ха. Ромашки мои. С каждым днем их становится все больше и больше. И с каждым днем я становлюсь все более злым и противным. Хе-хе-хе. Ох, кто-то едет. Кажется, еще одна ромашка скажет. Сейчас мы ее встретим. Да, будет сто раз. С. Стой, мой конек! Ух ты! Смотри, конек! Замок! Высокий, красивый, но какой-то холодный. Да. Интересно, кто в нем живет? Неужели сам колдун? Конек, надо постучать в ворота! Не упирайся, конек! Ой! Ох! Иди, губо! Так, и кто это тут у нас? А ну-ка! А вы кто? Все! А! Все, я, я! Я злой противный колдун, а ты кто? А я принц! И у меня есть меч! Вот он! Да оставь ты свой меч в покое! Ты почему не ромашка? Странный колдун! Ты что, любишь цветы? Да, больше всего на свете! А я больше всего на свете люблю принцессу! И если ты ее не расколдуешь, я порублю тебя своим мечом на тысячи маленьких кусочков! Ты храбрый принц! Моего меча борится сама ведьма! Эх, 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 ты что? Ты знаешь ведьму? Конечно! Она величайшая в мире колдунья! Ага! После меня я приготовил для нее свое самое колдовское колдовство, сказать! Да! Стоит мне дотронуться до нее хотя бы пальцем! Она тут же потеряет всю свою колдовскую силу! Где-то я это уже слышал! Колдун! Ты расколдуешь короля и принцессу? Не за что! Тогда готовься к бою! Ой, ладно! Я превращу тебя в паука! И ты всю жизнь будешь ткать паутину в моем замке! Ну, раз так! Конек, мой дорогой! Если мне будет тюждено погибнуть в этом бою, не дай принцессе букет из этих ромашек в памяти принца, который сражался за ее свободу! И все! Эй, принц, ты что делаешь-то? Принцесса очень любит цветы! Эй, эй, остановись, не делай этого! Норму букет и перестану! Букет! Умоляю тебя, принц, не делай этого! Почему? Ведь с каждым сорванным цветком уменьшать! Что? Не скажу! А вот так! Стой! Стой! Ты все! Все расскажу! С каждым сорванным цветком уменьшается моя колдовская сила! Ну, ладно! Немного, пожалуй, оставлю! А ты расколдуешь кроля и принцесс? Да, да! Они будут петь и танцевать, как и прежде! Ну, тогда колдуй! А ты найди мне другую невесту! Тогда я расколдую! Фу! Пора и проведем распорваться! Эй, колдун! Да? Есть для тебя принцесса! Что? Она красивая? О! Красотой своей она любого поразит! Так, значит, договорились! Я тебе принцессу, а ты мне невесту! Да, да, да! Только ты переоденься как-нибудь, а то жених все же! Так переоденусь, что не узнаешь! Колдун! Ну, как я тебя снова найду? Чего меня искать? Вороном три раза крикни, я и появлюсь! Ну, ладно! Прощай, колдун! Прощай! Вперед, мой конек! Эй! К невесте своей поскакал! Давай, давай, скачи! А я вот женюсь на молодой красавице! Вся сила колдунская ко мне и вернется! Ха-ха-ха-ха-ха! Преконец-то помните, что означает это фронт! А трон поменьше! Мы с вами снова находимся в королевском дворце, и вместе с королем и принцессой будем ждать возвращения принца. Король только что позавтракал, и хотел было запить свою любимую песенку вокруг с полной. Но принцесса печально вздохнула. Вот так. Ой! Ой, дитя мое, ну взгляни на королевский двор, тебя там ожидает двенадцать приквабы. Прекрасных принцев, двенадцать замечательных рыцарей. Все они просят твоей руки. Что я им должен сказать? Есть только один принц на свете. Кто? Мой принц! Что-то он долго не возвращается. А что если послать за ним в мою поиск? Ага. И, конечно, помните, что у короля было целое войско. О, здорово, храбрецы, кваклы. Здравия желаю, Ваше Величество, кваклы. Да ты что-то знаешь. Если к вечеру принц не появится, мы выступаем. Ура, кваклы. Ура, кваклы. Ой, целых четыре дня я не могу сделать ни одного шажочка. Только скачу и прыгаю, как воробей. А-а-а, противный колдун! А вдруг он и принц заколдовал. Ой, 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 ой. Эй, кто здесь? Не пугайтесь, принцесса. Это я, принц на белом коне. Принц? О, да, я. Куда же вы, остановитесь? Да, я не могу. Мой бой возомнил струн ветер. И что же делать? Не знаю, я не знаю, что я несу. Что это с вами, принцесса? Что вы собираетесь? Подождите. Могу. Да. Ох. Ой, все-таки хорошо, принцесса, что вы умеете прыгать. О, как жестоко с вашей стороны, принц. Напоминать мне об этом. Принцесса, вы будете танцевать лучше, чем прежде. Правда? Слово принца. Да. Только бы удалось сделать все, что задумано. И принцесса, вот так. Мэрмяу, мэрмяу, мэрмяу. Послышался шум ветра, и во дворце, на метле, появилась клобка. Мэрмяу. Страшная и бредная петьма. А вот и я! Кто? Невеста на месте. Принц, где мой жених? А, так это ты, ведьма! Ой, я, я, страшная, варевная, целый день в зеркало принаряжалась. Меня теперь узнать невозможно. Можно только догадываться. Да есть для тебя жених, есть. Где? Только тебе сначала нужно спрятаться. Это зачем? Это чтобы поразить его сердце раз и навсегда. Слышите, как сюрприз. Все, я спряталась. Ку-ку. Принц подождал, пока видно спрячется, и прокричал вороном две раза. Вот так. Кар-кар-кар. Волу послышался шум ветра, и во дворце появился кто? Ку-ку. Конечно, злой и противный колдун. Ой, без кресла, как хорошо. Ну, чего смотришь? Ты звал меня принц? Тебя? Нет. Я звал колдуна. Ха, не узнал, не узнал. А я и есть злой и противный колдун. Ну, где моя невеста? Давай ее сюда. А уговор наш помнишь? Какой уговор? Ничего не знаю, ничего не помню. Тогда не будет тебе никакой невесты. Принц, 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 ну должен же я хоть иногда быть слым и противным. Тогда колдуй. Ладно, расколдую. Ветер дует, 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 дует. Злой колдун всех расколует. Бьючий слифт у нас бом-бом. Глянет в волне и гром. Черным глазом побежу. Будет все, как я скажу. Ваше величество, ваше бескончество, вы, самоблугые. Правда? Это да. Бабочка, принц. Я танцую. Я танцую, как прежде. Еще лучше, дитя мое, еще лучше. Принц, это снова птица варила в госту. Ей казалось, что этот танец будет продолжаться вечно. А принц мечтал только об одном, чтобы этот танец никогда не заканчивался. Но совсем о другом думала верить. Да, да, да. А и совсем другое затевал злой и противный колдун. Ну, принц, ты видишь, все довольны. Где моя невеста? Давай ее сюда. Есть для тебя невеста? Есть. Только тебе сначала нужно закрыть глаза. Ой, принц, с огнем играешь, ладно? Принц, принц, где мой жених? Я вся в нетерпении. Есть для тебя жених, только ты глаза закрой. Это зачем? Ну, это игра такая. Вы сами должны найти друг друга. А, это еще сюрприз, да? Последний. Ну, все, я спряталась. Ку-ку. Вы, конечно, помните, когда колдун и ведьмы дотронутся друг до друга руками, они тут же потеряют всю свою колдунскую силу. Так, жених мой. Привет, моя. Ты где? Раз, два, три, четыре, пять. Жених. Так, о-о-о. А, нашел! Как только колдун и ведьмы дотронулись друг до друга руками, они тотчас же потеряли всю свою колдунскую силу. Это было последнее колдовство в этом королевстве. До самого края земли все люди избавились от зла и страха. Теперь они только пели и танцевали. Точно так же, как они будут петь и танцевать на свадьбе принца и принцессы. А на троне будет сидеть король и приговаривать, как я рад, дети мои, как я рад. На своем троне будет сидеть принцесса и тихо шептать, как я счастлива, как я счастлива. А рядом всегда будет принц. И пусть его ждут дороги полной опасностей и приключений, он всегда будет возвращаться домой, к своей принцессе.